На библейский портал, дорогие братья и сестры, пришел вопрос, почему Христос проклял смоковницу? Это событие описано в Евангелии от Марка, и рассказывается это так. На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было время собирания смоков. И сказал ей Иисус, отныне не вкушает никто от тебя плода вовек, и слышали то ученики его. По утру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла. И вспомнил Петр, говорит ему, Рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Когда человек читает эту притчу, он может быть смущен. Потому что зачем Христос искал плода на смоковнице, то есть на инжирном дереве, если было не время собирания смоков? Вот оказывается, что Христос, увидя, что нету даже завязей и плода не будет, проклял эту смоковницу. Почему? Потому что для Господа человек, символом которой здесь является смоковница, важен как источник плодов, которые он должен принести. Вот эти плоды жизни человека — это плоды духовные. Они перечисляются в пятой главе послания к галатам апостолу Павла и читаются каждый раз в церкви на память преподобных святых, то есть прославленных святостей монахов, которые за этими плодами и уходили в монастырь. И вот каковы эти плоды. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот любовь, радость, мир, долготерпение. Христос пребывает вне времени. Для Бога времени не существует. Бог видит, как будет развиваться человек. Если ты воспитал какое-то количество детей, допустим, педагог опытный, глядя на мальчика с 7 или 8 лет, он, в принципе, уже может предположить, как он будет развиваться дальше. И можно сказать, вот с этим занимайтесь, а с этим бесполезно. Немножечко вы можете помочь, но, скорее всего, исходя из того, как он воспитан, каковы родители, каковы черты его характера, будет тот и тот. Господь видит каждого человека. И поэтому, если он видит, что бессмысленно ожидать от этого человека плода, он может закончить его жизнь. И мы вспоминаем также притчу, которую сказал Иисус Христос о бесплодной смоковнице, которая очень хорошо объясняет нам отношение Бога к человеку, который не приносит плодов. И сказал сию притчу, некто имел в винограднике свою посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующем год срубишь ее. Вот три года на своем участке хозяин терпит дерево, которое не приносит плода, как некий срок, и начинает гневаться. Земной ходатай, какой-то молитвенник, или может быть тоже изображение самого человека, говорит, потерпи еще немного, я обложу ее удобрением. Навоз — это единственное удобрение, которое было во время земного служения Иисуса Христа. Может быть, все-таки оно что-то принесет, хоть какие-то плоды. И служитель говорит, а вот если не принесет, тогда ты ее срубишь. Мне кажется, что погружение, простите, в навоз — это изображение тех скорбей, символическое, которое часто происходит с человеком, если до него Богу никак не удается докричаться. Как говорил Честертон, страдание — это рупор, усилитель звука, через который Бог кричит человеку о себе. Когда приходят страдания, когда разрушается комфортная, сытая, простая, понятная жизнь, когда приходит болезнь, человек очень часто через вот эти разрушенные смыслы и опоры своей жизни наконец ищет то, что не может быть разрушено, то, что будет в вечности, и находит Бога. Поэтому если в нашу жизнь приходят какие-то беды, скорби и страдания, надо пытаться взглянуть на себя очами Божьими, искать смысл, для чего Господь это делает с нами, со мной лично, для чего Он делает, что Ему во мне не нравится, с чем Он не согласен, что нужно исправить, Господи, открой мне и покажи. Субтитры создавал DimaTorzok